здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами снова вместе и мы обсуждаем вопрос который немножечко звучит по-другому чем тот который мы обсуждали ранее вопрос состоит в том что когда вот женщина пишет что как быть если человек который терроризирует другого человека а собственная мама она пожилой человек и в данной ситуации нет возможности просто инновировать они обоснованные претензии нарастают ну что здесь можно сказать что в отношениях с мамой все происходит немножко по-другому родители дают детям а дети берут с тем чтобы потом отдать своим детям и поэтому наша задача быть глубоко искренне благодарными своим родителям за то что они дали нам появиться на свет и для того чтобы немножечко энергетически сгладить ситуацию вы можете мысленно посмотреть глаза своей маме и сказать я тебя люблю спасибо тебе ты даешь я беру и даю своим детям вот эта фраза которая энергетически немножко поддержит эту ситуацию а второй момент на который мне хотелось бы заостриться этого вот какой мама старенькая наверное она себя не очень хорошо чувствует она себя не очень хорошо чувствует у нее плохое настроение и она инстинктивно пытается получить энергию для поддержания себя это закон выживаемости любого существа пытается получить больше энергии для своего выживания для своего существования а в данном случае энергии является внимание детей чем больше мы даем внимание родители немножко подсасывают вот эту энергию пожилые родители поэтому она интуитивно это не не ее как были на она не делать это умышленно но она интуитивно пытается вызвать вас чувство вины а вы поддавшись на это чувство вины соответственно даете ей вот эту энергию которой не хватает и ничего с этим нельзя сделать но это на самом деле игра с одной стороны находится мама которая подсознательно тянет эту информацию тянет эту энергию с другой стороны находитесь вы которые загоняете себя в чувство вины и даете эту энергию но эта игра может продолжаться только в той мере в которой не участвует две части две опоры моста и выйти из этой игры это не значит прекращать общение со своей мамой это просто значит что вы начинаете к этому относиться по-другому если вы выходите из игры то эта игра останавливается один игрок не может сам собой перекидывать мячик и играет значит поэтому что можно сделать в этой ситуации немножко меняется свое отношение и ситуация потихонечку разумевается для того чтобы прекратить эту игру что можно было бы сделать ну во первых понять что вашей вины в этой проблеме нет это самое главное во вторых проговорить маме вот эти фразы которые я говорила выше мама я тебя люблю даешь я беру я тебя благодарна и так далее причем проговорить нужно не как машина это нужно проговорить с эмоциями пускай даже про себя но искренне дальше на любые претензии со стороны мамы не нужно вступать с ней в переговоры не нужно отвечать на эти претензии на все что она говорит да мамочка спасибо мамочки да все будет хорошо да все будет замечательно ну и при этом понимает все-таки что пожилой человек ему все-таки не так сладко живется и у него тут проблемы там проблемы по возможности обеспечить его доступным вам уровнем комфорта сколько вы можете себе позволить обеспечить комфорт родителям вот обеспечите если у меня мама находится на 24 часовом сапорке с ней живет человек что я не могу с ней находиться 24 часа в сутки но вот сколько вы себе можете финансово позволить обеспечить маме вот такой комфорт ну и стало быть общение и она будет себя чувствовать лучше она будет чувствовать вашу заботу ну и когда если вы все это попробуете мне было бы очень интересно узнать а что же у вас получится вот и поэтому как всегда мы ждем ваших ответов новых вопросов но на этом мы еще не заканчиваем у нас есть еще один вопрос который тоже довольно таки интересный и своей постановки и вот как мы будем к нему относиться значит анна лэг написала может быть вы побеседуете как-нибудь на тему как быть если муж зависим от компьютерных игр если он парень умный много работы отношения у нас прекрасные только свободное время заполняет играми думаю это бессмысленная трата времени вот об этом сейчас чуть-чуть поговорим значит дело в том что сегодня компьютерные игры и виртуальный мир это действительно становится серьезной психологической проблемой и в особенности это проблема для подростков которые еще не выработали навыков социального поведения в среде и не умеют общаться живыми людьми и не умеют жить в этом нашем мире который не такой простой и может быть они недостаточно приняты в этом мире и чувствуют себя там дискомфортно или у них проблемы в семье и они уходят в виртуальный мир где им гораздо легче реализоваться и таким образом вроде бы находясь физически в реальном мире они живут виртуальной жизнью чувствуют себя там большими героями и так далее и в зависимости от степени погруженности в этот виртуальный мир это могут быть серьезные психологические проблемы и конечно тут наверно без психолога не обойтись что же касается этого конкретного письма то здесь нам говорится что муж умный и работает много значит он умный наверное зарабатывает деньги не знаю умный работает много то есть он востребован ну и наверное на своей работе он как-то реализуется да и отношения в семье прекрасно то есть он заботливый он внимательный какое-то время они проводят вместе то есть грубо говоря нормальная семья такой может не считать каждый но что же нашей женщине которая писала комментарии не нравится ей не нравится что он свободное время заполняет играми обратите внимание это его свободное время вот если например у вас свободное время вы заполняете чем-то еще не говоря уже о том что вообще мужчины и женщины они устроены по-разному то есть мужчины и женщины заполняют свое свободное время по-разному заполняет он свое свободное время компьютерными играми а нам это не нравится ну как бы он занимается в это время не с нами а нам хочется может быть больше внимания и так далее дело в том что мужчины устроены немножко по-другому чем женщины им после тяжелого рабочего дня тоже нужен отдых но отдыхаем мы с ними по-разному если для нас когда мы приходим с работы у нас это куча эмоций мы очень хотим эти эмоции на кого-то вылить то мужчина когда приходит с работы он почему-то не хочет этим можно никуда выливать ему просто хочется побыть в тишине и побыть одному а еще смешнее вот было такое шоу юмориста там одного американского он говорил так что мужчины находятся в nothing boxe nothing box это коробка в которой ничего нет он заходит в эту коробку у него ничего нет и нет никаких мыслей если в этот момент спросить его о чем ты думаешь он говорит nothing он ни о чем не думает нам женщинам очень трудно это понять потому что как можно считать ситуацию когда человек ни о чем не думает такого не бывает у нас все время какие-то мысли то одни то другие то третьи нам обязательно хочется их выплеснуть а у мужчины нет у него nothing boxe ему ничего не нужно он в этот момент может играть компьютерные игры или читать газеты или что-то ему хочется просто состояние статического покоя поэтому эти вещи нужно понимать и нужно близкому человеку обеспечивать его персональное пространство к сожалению в условиях если условия жилья не позволяют иметь ему например отдельный офис или отдельную комнату а вот во времена моего детства например помню что у моих родителей например был в комнате письменный стол и это стол было папино место вот это было его privacy это его была персональная территория и он когда приходил и хотел побыть один вот он садился за стол и он там занимался какими-то своими делами это может быть какое-то любимое кресло в углу а сегодня это компьютер и нужно этому компьютеру дать место в своем доме и сказать да это вот его место и он туда уходит когда хочет побыть один не говоря уже о том что возможно допустим при всем его удовлетворение семейной жизнью и супругой и всеми вещами при всем при этом может быть ему хочется почувствовать себя каким-то большим героем испытать какие-то чувства там выплеска адреналина там что он там в гонках где-то побеждает или еще что-то поэтому как бы это совершенно естественные вещи другое дело что фраза в этом письме которая меня насторожила думаю это бессмысленная трата времени знаете какая штука когда мы думаем тратит ли другой человек время бессмысленно или нет мы не вправе вообще вмешиваться в это потому что взрослый человек вполне для себя сам состояние решить что ему бессмысленно и что для него важно это немножко такое вторжение вот на его территорию мне кажется это неправильный подход а вот поэтому она если вы так немножко пересмотрите своей ситуации дадите немножко своему супругу такую немножко вот прайвиси даже я не затрудняюсь прайвиси вот такое вот место где он может побыть один его никто не трогает где у него обеспечены его права вот на то чтобы он занимался тем что чем он хочет женщины могут например смотреть сериалы нормально выплеск эмоций замечательно могут вязать в это время могут что-то еще делать если у них выдается свободная минутка у мужчин просто другое устройство поэтому они могут играть в компьютерные игры в той мере в которой это не противоречит их их остальной социальной жизни человек реализован адаптирован зарабатывает деньги почему ему не поиграть если ему надоест играть в компьютерные игры он прекратит найдете другое занятие мой папа сижу не любил играть шахматы если у него был какой-то партнер то он всегда с удовольствием проводил время за шахматами и это считалось наоборот очень клево там приходишь куда-то давай поиграем шахматы очень замечательно почему-то компьютерные игры в этом смысле они сегодня все больше входят нашу жизнь но они все больше осоздаются но это тоже они имеют право на существование я вам скажу что вот этот виртуальный мир он очень сильно цепляет и вы наверное замечаете что время проходит и я все больше больше в это втягиваюсь хотя вначале я так очень относила скептически ко всему этому но больше втягиваюсь и очень когда идут ответы это такое живое общение но затягивает тем не менее вот поэтому дайте человеку свободу поймите что это его право его право выбирать себе занятие которое ему нравится и совершенно не важно что вы об этом думаете а вы себе выберете свое занятие если вам может быть ты вот этого не делай sorry я хочу то что я хочу то я и делаю а вот ну и вот удачи вам в семейных отношениях семейная жизнь непростая но если вы поймете вот такие вот простые вещи что другому человеку нужно давать некоторое пространство некоторую свободу действий при всем при том что есть конечно и взаимные обязательства там и так далее то все у вас будет хорошо еще мне хотелось несколько слов сказать вот о чем пару дней назад михаил получил письмо и писал об этом видеоролик что какой-то человек где-то он живет на море замечательно живет все у них хорошо они вроде бы выиграли грим карту и собираются ехать в америку но его беспокоит что его жена как-то не очень мозгами готовится не очень едет и так далее так далее вот михаил рассоздают на эту тему и когда он пришел со мной поделился этой темой я ему сказала что пусть они заполнят тест я просто посмотрю на жену потому что опять же отношение к каким-то принципиальным событиям нашей жизни она очень сильно зависит от нашего внутреннего устройства и вот на сегодняшний день у нас есть некоторый инструмент который разработал михаил бродянский и с помощью этого инструмента можно так немножечко понять хотя бы что человек из себя представляет и какие у него будут проблемы и что-то такое поэтому я хочу сказать что в принципе любой человек может пройти на сайте psv8.ru этот тест для себя наверное сразу с интерпретацией теста у вас проблемы но по мере того как вы будете углубляться и читать книжку наверное проблема будет уходить но если будут какие-то интересные ситуации да заслуживающие того чтобы их рассмотреть как-то публично да то я могу на себя взять экзайстом выбрать интересные ситуации того что вы нам пришлете и рассказать например свою точку зрения на то что я могу увидеть комбинации ваших докторов поэтому давайте договоримся так я конечно не обещаю что я буду сидеть и целыми днями заниматься расшифровкой этих тестов но если я увижу какие-то интересные моменты с которыми можно поделиться со всеми то я возьму на себя труд и познакомлюсь вот с результатами теста поглубже спасибо вам большое за вот ставьте лайки если вам нравится это видео и до следующих встреч в эфире пока пока